Козули Современной приметой северного края города Архангельска являются козули – красочные фигурные пряники, произведения народного творчества. Сладкое рукотворное искусство возникло много веков назад, не утратилось, подобно многим народным ремеслам, и дошло до наших дней. Но есть еще и каргопольские змеевидные козули. Здесь их называют тетеры. Это древнее слово, вопреки созвучию к птицам-тетеревам и тетеркам, прямого отношения не имеет, а происходит от диалектного названия праздника весеннего равноденствия – тетера. До сих пор их пекут именно к этому празднику. Тетера или тетерка – особое витое печенье. Его готовят из теста, скатанного в жгуты, то есть по-каргопольски – сканово, и выкладывают в виде волн, петель, спиралей, решеток, кругов, растений, фигурок птиц, реже – животных. В тетерках мастерицы умели не только солнце изобразить, но и сказать, чего люди от него ждут – весны, цветения, тепла, радости. Здесь солнечный диск превращается в веселый праздничный узор. С какой любовью и старанием выкладывала мастерица узоры в тетерке из тончайшего жгута почти двухметровой длины. Они как бы лучиками от середины солнышка отходят, но в то же время это не просто лучики. Посмотрите, вот здесь внутри круга разместился удивительный цветок. А вот на этих пряниках и цветок превратился в какой-то сложный затейливый узор. А вот это на травку похоже, кудрявую такую, кружевную. И все это словно движется, кружится. Сделано будто бы совсем просто. Обычные жгутики из теста уложены спиральками, велюшками, петельками. А рождается такая красота! Но почему обрядовое печенье названо именно тетеркой? Может быть, потому что в Каргополе, как и в ряде других северных областей, весну глухарь начинает. Свою песню тетерке поет боровая птица и ничего не видит и не слышит вокруг. Местные жители называли его глухим тетеревом, либо просто тетеркой. А может, назвали так, сравнив ржаное витое солнышко с золотой монетой, что ходила по Терскому берегу в старину и называлась тетерка от старинного слова тетерь – золотой. Да это не важно. Важно то, что красивый древний обычай живет в памяти народной. Тетерки – это доброе весеннее солнышко, которое так терпеливо всегда ждем мы, северяне. Пекли тетерки на начало весны, на день весеннего равноденствия. На Руси именно этот день весну начинал, а значит, отмечал скорый прилет весенних птиц. Надо было главную птицу закликать из теплых стран. Прилетала та птица, расправляла крылья, отогревала все живое, давала новому жизни. А птица-то – алконост. Пень алконост прекрасна. Оно наполняет душу радостью и счастьем, миром и покоем. Про алконост говорили, что сидит она на ветвях яблони, дающей золотые плоды, и растущей в райском саду славян. Периодически птица-алконост появляется на земле. Она летает по миру, утихомиривая бури и грозы. На зимнее солнцестояние алконост сносит яйцо прямо в воду моря-океана. В этот период стоит безветренный штиль. Затем яйцо всплывает, и птица-дева уносит ее в сад. Некоторые смельчаки отваживались на похищение яйца золотой птицы, но тем, кому это удавалось, вместе со вселенской мудростью доставалась и смерть. Корона на голове и округлый хвост делала алконост похожий на тетерева, а время праздника приходилось на начало активного такования. Отсюда и тетерки пошли. Форма тетерок менялась в зависимости от умения, фантазии и настроения мастерицы. Видов тетерок множество. Узорчатки, вкалечушки, узорники, цветик, кренделечки, лебедь, часики, кудерочки, ветвь, вьюхи, восьмеры, лесенка, шестеренка, конники, карета. Со временем магический смысл обряда, связанного со встречей весны, был утрачен, но обычай принимал новые формы. Печенье заняло место в семейных свадебных обрядах или превращалось просто в угощение или забаву для детей. Пожилые женщины рассказывают, что прежде в тетерочный день все, кто был с невестиной стороны на свадьбе, обязательно несли молодым гостинцы, тетерки, своей стрепни. А больше всего приносила их мать молодухи, чтобы не подумали, что она скупая, да чтоб каждый из домочадцев съел в этот день хотя бы одну. Тетерочное дело хлопотливое. Одной хозяйке едва ли за неделю управится, поэтому помогала ей вся родня. И бабушка, и сама молодая, которую отпускали на эти дни в отчий дом. И даже ребятишке. За столом во время работы не было лишнего места. Так вместе навьют 100-200 тетерок, назавязывают их разными узорами. Причем часть приготовят из лучшей муки, крупчатки, добавив в нее конопляного семени для зятя. Части ржаной муки испекут, а остальные из ячменной. Нальют воды, положат соли, ржаной муки и скут. Такое тесто скрется легко и тонко. В тесто порой добавляли конопляные или льняные семечки. Тогда вьюхи будут потолще, а в готовом печенье семечки хрустят. В ржаные вьюхи также можно добавить растолченную вареную картошку. Уложенное на дощечке витое печенье выносят на холод. И держат там до следующего утра. Подмерзшее его удобнее садить в печь. Узор уже не нарушишь. Когда истопит хозяйка печку и прогорят дрова, заметет она душистым веником из еловых веток в печи. Приотпустит немного жар, чтоб не горели тетерки, а лишь подсыхали да румянились. И начнет перекладывать их с дощечки на лопату, а с нее прямо в горячую печь. Хорошо пропеченные тетерки смазывали льняным маслом и выкладывали на стол. Тут и своя, и чужая ребятня на них любуются. Придут поглядеть узоры и соседи. Накануне самого тетерочного дня мать молодухи укладывала в корзины, приготовленные молодым гостинцы. Были среди них и белые пшеничные караваи, и ячменные на ржаной лепешке хлеба двинянки, и рыбники, запеченные в тесте рыбой, и калитки, своего рода ватрушки, начиненные пшенной и ячменной крупой, и завернутые из блинов блинчатые пироги с толокном, и тонкие в виде полукруга, начиненные всевозможной ягодой, гостиничные. Всех лакомств набиралось две корзины. В третью же, осторожно, чтобы не сломать, укладывались тетерки. Незамысловатых фьюх, завитых одинарной или двойной спиралью, не брали, чтоб не ударить перед людьми в грязь лицом, клали самые узорные, столько, сколько поместится, но чтобы набралось не менее сорока. Первые две корзины хозяйка насаживала на концы кола, а третью несла в руках. Шла одна без помощников. Все должны были видеть, что гостинцев у нее сколько могла донести. Если дом взятия был далеко, угощение везли на лошади. Добравшись до места, теща спрашивала хозяйку, куда складывать привезенные дары, а выкладывая, говорила, судите, сфатухи и сфатюшки, чем богаты, тем и рады. Угощать присутствующих гостинцами должна была молодуха. Она подносила всем по тетерочке, и потом за столом оставались одни женщины. Тетерочный день почитался бабьим праздником. Ржаные тетерки можно было хранить до году. Вот такой красивый древний обычай живет на Каргопольской земле. А для тех, кто заинтересовался пряничным делом, предлагаем список книг, которые можно взять на дом и почитать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...